Чума 20 века или болезни социальных элементов. В народе спит и ВИЧ носит много названий. Долгие годы общество демонизировало этот вирус. И несмотря на активную просветительскую работу среди населения, заболевание продолжает обрастать мифами, легендами и предрассудками. В частности, о бытовых путях заражения. Значит, ВИЧ не передается бытовым путем. Невозможно заразиться через пищу, через воду, при использовании общей посудой, ванной, туалетом. Также ВИЧ не передается при укусах различными насекомыми, комарами, клещами и так далее. Существует три способа заражения ВИЧ. Вертикальный от матери к ребенку, контакт с кровью зараженного и незащищенный половой акт. Если человек знает о своем ВИЧ-статусе и принимает все необходимые препараты, то риск передачи инфекции от него сводится к минимуму. Здесь самое главное – выявить ВИЧ-инфекцию на ранних стадиях, чтобы начать своевременно специфическое лечение. В настоящее время есть много лекарственных средств, которые продлевают человеку с ВИЧ-инфекцией жизнь довольно долго. И человек может жить с ВИЧ до самой старости. ВИЧ поражает иммунную систему, что приводит к медленному ее разрушению и формированию синдрома приобретенного иммунодефицита – СПИДа. Вирус иммунодефицита человека может находиться в организме долгое время – около трех месяцев, не проявляя никаких клинических симптомов. В этот период человек может не подозревать о своем недуге и распространять инфекцию. Через какое-то время появляются такие симптомы, которые характерны для острой респираторной вирусной инфекции. Может быть повышение температуры, ломота в теле, боль в мышцах и увеличение лимфатических шейных узлов. Если вовремя не выявить ВИЧ и не начать лечение специфическое, то стадия ВИЧ-инфекции переходит в стадию СПИД. Сдать анонимный тест, получить медицинскую и психологическую помощь, ВИЧ-инфицированные могут в СПИД-центре Нижнего Новгорода. Важно не замыкаться в себе и не думать, что вы остались один на один со страшной болезнью. Обязательно найдутся люди, которые помогут вернуться к нормальной жизни. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.